Здравствуйте! И добрый день, и доброе утро, и добрый вечер. Все зависит от того, где вы и в какое время вы смотрите. Бог вас да благословит. Я пастор Генри Мадава. Из церкви Победа – это голос Победы. То есть Божий голос. Потому что Божий голос всегда приносит Победу. Вы знаете, я так рад всегда, потому что когда Бог говорит, то есть всегда после разговора будет Победа для того, кто услышал и принял голос Божий. Сегодня у меня особое послание для вас. Вот я обнаружил, что в течение всей Библии, имеется в виду в течение всех времен, о которых пишется в Библии, Бог всегда приглашает людей. Вот он предлагает, он приглашает, придите ко мне и поверите мне, послушайтесь. Вот поэтому сегодня эта проповедь называется «Великое приглашение». Если человек услышит Божье приглашение и отзовется, всегда он получит много благословения. Давайте посмотрим и послушаем эту проповедь. Сегодня хочу вам говорить об одном приглашении, которое самое важное, громкое за всех времен. И что интересно, это приглашение срочное, требует ответ сегодня. Библия учит о том, что есть великое приглашение, которое делает Господь Бог по отношению к нам. Я прочту вам текст приглашения. Кто-нибудь хочет знать текст приглашения? Величайшего приглашения всех времен. Оно находится в Божьей книге. Евангелие от Матфея 11 глава 28 стих. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите Иго моё на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо Иго моё благо, и бремя моё легко». Заметите, это самое великое приглашение, которое могло бы звучать когда-либо кому-либо. Поскольку это приглашение от самого Господа Бога, оно передается только самым важным людям. Что предлагается там? Там предлагается покой, благо, благословение для каждого, кто придёт. Никто с пустыми руками не уйдёт, потому что этот Бог, когда приглашает к себе в гости, Он умеет угостить своих гостей. И это такой радость, что Бог может меня пригласить. Но заметьте, что Он говорит. «Приходите ко Мне, если вы все, кто утруждённые и обременённые». Так возникает вопрос. Потому что перед тем, как пойти к Богу, надо вот эти вещи, которые нас обременяют, утруждают, нужно их определить, раньше, чем мы пришли к Богу. Первое, что нас утруждает, что нас обременяет, это глубокое чувство потери. Многие люди потеряны. Не то, что они потеряли деньги, они самые потеряны. Если я теряю свой кошелок, я ищу хуже, когда я сам потеряны. Тогда, если я потерял кошелок, я ищу, а если я потерян, то кто меня поищет? Я же сам себя не могу искать, потому что я потерян, а я об этом даже не знаю. Поэтому Господь Бог, этот зов Он делает, потому что Он знает, что мы потеряны. И этот голос, как будто ты в лесу, потерял дорогу, ты не знаешь, куда идти. И вдруг звучит голос, приходите ко мне. И это дает тебе понимание, куда повернуться, чтобы выйти из этого леса, где ты потерялся, чтобы ты нашел жизнь. Он говорит, придите ко мне, все потеряны. И я наполню пустоту вашей души. Я избавлю от греха, который уничтожает. Я уберу бессмысленность в жизни. И я дам смысл жизни. Заметите, грех в жизни человека является тем орудием, который дьявол использует, чтобы люди были потерянными. Потому что перед тем, как ты будешь потерян в жизни, дьявол пытается, чтобы ты был потерян внутри. Перед тем, как убить тебя в жизни, дьявол пытается, чтобы убить тебя внутри. А его главное орудие, это грех, который бывает в жизни человека. Через это он приносит потерянность в жизни людей. Благая весть, тебя нашли. Притом это не твоя татья, или мама, или я соседей, или папа, или дядя. Тебя нашел Господь Бог. Он видел тебя в состоянии потерянного, отчаянного, который ищет, и он так полюбил тебя, что он отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, ты в том числе, верующий в Иисуса Христа, был найден, получил жизнь, получил спасение, и мог быть восстановлен. Так что есть благая весть для всех потерянных во Христе Иисусе. В Боге ты сможешь найти себя. Не важно, как глубоко ты потерялся. Кто-то потерялся в наркотике, кто-то потерялся в алкогол, кто-то потерялся в проституции, кто-то потерялся в агрессивные эмоции, кто-то потерялся в азартные игры. Люди теряются в разные направления. Мужья бьют жен. Жен мужей отказались отставать. Они начали бить мужей своих. А если не хватает силы, они бьют словами. И дети начнут кинуть родителей. Родители начинают бросать своих детей. Кругом, куда бы ни повернулся, это слезы и плачи. Поэтому Господь Иисус пришел на землю, умер за грехи человека для того, чтобы восстановить человека, в какой бы потерянности он не был. И вот один человек мне сказал однажды, что пастор Генри, это же был бомж, у него денег нет, поэтому он нуждается в Боге. Вот смотрите, как говорится пророк Исаия, 55 глава, с первого стиха и второй, первый, второй и третий стих. Первый стих говорит, «Жаждущие, идите все к водам, даже вы, у которых нет серебра, идите покупайте, ещите, идите покупайте без серебра и без платья, вино и молоко». Бог приглашает даже тех, у кого ничего нет. Он открыт для всех. Даже те, у кого нет никаких возможностей, можно прийти к Богу и получить жизнь, спасение, прощение грехов, исцеление от болезни. Скажите со мной, аминь. Поэтому он помогает всем, и поэтому этот господин сказал мне, он очень уважаемый человек, я его имя не назову, он говорит, пастор Генри, у меня много денег, а для него у меня есть второй стих, Исаия, 55 глава. Написано так, «А для чего вам отвешивать серебро на то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте меня внимательно, вкушайте благо, и душа ваша да насладится садится туком. А я посмотрел на людей, у кого есть деньги, и удивился, и они тоже потеряны, не меньше. Они даже хуже потеряны. У кого нет денег, он потерян хоть 200 метров от стадиона, а у кого деньги, улетел на свой самолет далеко и потерялся еще дальше. И смотрите, оказывается, человек, который с деньгами, может быть потеряны. Почему? Потому что он взвешивает серебро на вещей, которые не насыщают, не дают жизни, не дают смысла жизни, и в конечном итоге он потеряны, как тот же. А причина одна. Человек имеет вакуум внутри своего сердца размером Господа Бога. Пока человек не найдет Бога, пока человек не встретится с Господом Иисуса Христа, человек будет в постоянных поисках и не найдет выход, потому что выход в Боге больше негде. Поэтому Иисус сказал, идите ко мне, все утвержденные и обремененные, и я успокою вас. Вы найдете покой душам вашим. Вы найдете исцеление телам вашим. Вы найдете восстановление семьям вашим. Вы найдете праведности жизни вашей. Вы найдете смысл жизни вашей. все восстановления восстановления в Господе Боге. Вне Него все попытки, а не пустые. Поэтому Библия говорит, Исайя 55 глава 3 стих, Исайя говорит, чтобы дать наставление, как это делать, он говорит, преклоните ухо ваше и придите ко мне, послушайте, и жива будет душа ваша. И дам вам завет вечный, неизменный милости, а бешеный Давиду. Заметите, что я сегодня стою перед вами, говорю, это место писания исполняется в точности. Я здесь говорю от его имени, а вы преклонили свое ухо. Преклонить ухо означает слышать. Многие люди не понимали, что все проблемы, большинство сложность в этой жизни. Решение начало в том, чтобы открыть уши и слышать, слушать и слышать. Большинство людей, у них проблемы никогда не решаются, потому что они никого никогда не слушают. А все оттуда начинается. Они хотят, чтобы был гром с неба, он уже прошел. И когда гром с неба, ваши болезни остались, потому что иногда Бог работает как раз через простые вещи. Слушай Его Слово. Первое, что надо слушать проповедь. Это то, что вы уже делаете. Вы уже первую часть исполнили и вторая часть недалеко. И заметите, приходите, слушайте, преклоните ухо ваше и я дам вам жизнь. Он даст вам завет свой. Отношения живые. Бог не ищет просто религиозные отношения к нему. Как это? Делай, не делай. Он ищет живые отношения с тобой. Быть твоей семьей, быть твоей жизнью, быть в твоих делах, благословить тебя, твою семью, твою работу. Он желает участвовать в твоих делах. А вот я посмотрел Библию и встретил одного человека, который все-таки пришел к Иисусу Христу. И смотрите, что с ним произошло. Евангелие от Марка 5 глава 25 стих Библии говорит так. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила, что было у ней, и не получила никакой ползы, но пришла еще в худшее состояние. Услышав об Иисусе, подошла сзади в народе, прикоснулась к одежде его, и Бог говорил, если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею, и тотчас иссяк у ней источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус почувствовал сам в себе, что вышла из него сила, обратился в народе и сказал, кто прикоснулся к моей одежде? А ученики сказали «Ты видишь, что народ теснит тебя и говоришь, кто прикоснулся ко мне? Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это». Женщина в страхе и трепете, зная, что с ней произошло, подошла, пала перед ним и сказала ему всю истину. А он же сказал ей, «Черри», означает «Дочь, вера твоя спасла тебя, иди в мире и будь здорова от болезни твоей». Первое, что произошло с этой женщиной? Она услышала об Иисусе. Это то, что вы сейчас делаете. То есть, вы ничем не уступаете эту женщину. Она услышала, а кого она услышала, мы не знаем. От знакомых, от друзей, от людей, прочитала где-то. Она, видно, слышала от слухов. А у вас лучше. Вы прямо слышите проповедь от пастора Генри, четко, понятная. Вы в лучшем состоянии. Означает, что вы можете слышать, получить свое чудо еще быстрее. Кто-нибудь скажите, аминь. Она услышала об Иисусе. Почему важно слышать об Иисусе? Удивительно, сила Божия всегда приходит вместе с вестью об Иисусе Христе. Поэтому Павел, апостол, сказал, я не стяжусь благовестования Христового. Почему? Потому что она есть сила Божия ко спасению. Удивительно, там, где говорится об Иисусе, там сила Божия всегда проявляется. Поэтому я не удивлюсь, если кто-то из вас сейчас поднимет руку и скажет, пастор Генри, меня Бог только что исцелил. Почему? Мы услышали благую весть об Иисусе. И когда она услышала, Библия говорит, она-то страдала 12 лет. И она использовала все, что у нее было. Пошла к врачам, потратила все, что у нее было. Была бы в нашем времени еще взяла бы кредит дополнительно. А Библия говорит, все стало хуже. Удивительно, да, как мы иногда думаем, решаем проблему, я решу, я сделаю, я поговорю, я покричу, я это, и все становится хуже, и хуже, и хуже, и хуже. Вот эти наши попытки решать на уровень своих каких-то, оно приводит все к худшим, хуже, хуже, и хуже. предлагаю вам, отдайте в руки Божьи, идите путем Божьим, решайте методом Божьим, и тогда все будет лучше, и лучше, и лучше, и лучше. Это поэтому сегодня мы здесь на фестивале Иисуса, мы хотим, чтобы в вашей жизни было лучше. И вот, она услышала, она так страдала много времени, и она приняла решение. Скажите, решение, это то, что Бог сейчас смотрит на каждую из ваших сердец. Что вы будете делать с Иисусом Христом? Она приняла решение. Многие люди думают, что спасение, исцеление, просто как с неба, как дождь придет. Не так. Надо принять решение внутри. Я сегодня принимаю решение покаяться в грехах своих. Сегодня я принимаю решение обратиться к Господу Богу. Сегодня я принимаю решение получить от него чудо для моей жизни. Прими решение. Человек так создан. Он всегда двигается в направлении его решения. Если человек не принимает решения, он никуда не дойдет. Даже если он находится в тупе, двигается куда-то пойдет, в момент как только таупа рассеялась, так и он остановился. В жизни хочешь продвигаться куда-либо, научись принимать решение. Вот правильные решения, это решение спастись, решение прийти к Иисусу, решение покаяться, решение примириться с Богом, решение стать Божьим дитем и решение получить свое чудо. Но она не только приняла решение и осталась сидеть дома, она встала и пошла. Многие люди, они принимают решение, а после этого ничего не делают, поэтому у них остаются решения. Цели архивы отмененные решения. Она приняла решение, сказала, если я прикоснусь к одежде его, я выздоровлю. Она встала, пошла, там была толпа, а у нее кровотечение, это в религиозной такой атмосфере, ее могли побить камнями, но это ее не остановило, она пошла, она сделала, она прикоснулась, сила Божья сошла на нее, и ее исселил Господь Иисус, исселил ее, и она выздоровела, и она иссяк источник крови. И когда Иисус ошутил, что сила вышла от него, Иисус сказал, кто прикоснулся ко мне? И ученики говорят, а ты же видишь, что теснет тебя отосюду, а ты говоришь, а он говорит, не, не, я чувствую, сила сошла, и кто-то получил помощь, и сегодня эта сила, она здесь, чтобы помочь тебе, чтобы решить твои вопросы, восстановить тебя, исселить тебя, очистить твое сердце, и сделать тебя новым человеком. Бог тебя любит, Иисус Христос умер за тебя, за твои грехи. Библия говорит, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Большой вопрос, что ты будешь делать с Иисусом Христом, примешь Его или откажешься от Него. Принять Его, это означает согласиться прийти на это великое приглашение, которое требует твой ответ сегодня. Сказать, да, я иду, Господь. Доверять Ему, это значит получить чудо от Него. И два чуда произойдут в твоей жизни. Первое чудо, чудо прощения грехов, чудо спасения, чудо примирения с Богом, чудо, что ты становишься Божьим дитем. Сделай шаг к Иисусу, приди к Нему, Он даст тебе новую жизнь, Он очистит твое сердце, и ты станешь новым человеком. Да, слава Богу, даже меня Бог пригласил быть служителем, это тоже было приглашение. Получается, с самого начала, со спасения, аж до конца, это сплошные Божьи приглашения, а на них всегда нужно давать один ответ, да, да, Господь, я согласен, тогда всегда будет благословение. И вот однажды я бываю, как я бываю всегда, был на одном собрании, и там были люди, которые услышали Божьи приглашения, принятие исселения. И они поверили, и они приняли, и вот я хочу предлагать вам вместе со мной посмотреть на людей, которые сказали да на Божье приглашение в исселение. Самое радостное, Он приглашает тебя тоже, чтобы дать тебе исселение. Давайте посмотрим вместе. У Нины три года была болезнь Паркинсона, у нее трюсились руки, сейчас это прошло. У вас была три года болезни Паркинсона? Кто-то вас знает здесь? Конечно, мои дети. Дети, где дети? И что случилось? Ну вот смотрите, они не дрожат. Не дрожат? Боже, спасибо тебе за эту церковь, дайте аплодисмент Господу за это. У Оксаны было уплотнение на руке в размер с горошину и оно болело при повороте руки. Во время молитвы боли уплотнение ушло. Где было уплотнение? Уплотнение было в районе кисти, когда поворачиваешь руку, я даже удивилась, оно даже как горошина выделялось, и когда трогаешь, то оно болело, и поворот кисти оно болело очень. И сегодня во время молитвы, когда вы сказали опухоль и уплотнение уйди, вот оно все ушло. Ушло? Да. Слава Богу. Это вот такой Бог отвечает, мне надо трогать там, где болело, во имя Иисуса. Слава Богу. Две почки болело, я не могла наклониться, ничего, сейчас все ушло. Наклониться налево, направо, вперед, где болело? Когда вы налево или направо? Нет, вообще я не могла, еле в автобус зашла, сейчас боль ушла полностью. Может побежите домой, забудьте этот автобус. Ну ладно, Господь, спасибо тебе за это. Валентина последние полгода мучилась от межпозвонковой грыжи, сейчас она ощутила облегчение. У вас была межпозвонковая грыжа, как давно началась? Где-то полгода коронавирус сейчас. Чем вы определили? И МРТ сделали мы, и там грыжка сантиметр на пол сантиметра, у меня сильно боль зажимала, нерв грыжа и давала корешке в ногу. сейчас что произошло? Легче. Легче. Боль ушла. Боже, спасибо тебе за это во имя Иисуса. Валентина три года проблемы с суставами. Периодически появляются сильные боли во всем теле. И сейчас она почувствовала легкость и также боль исчезла. Проблема со всеми суставами? и руки, и ноги. Вообще все сразу? Все. А сейчас что вы чувствуете? Легкость, боль ушла. Боль ушла. Слава Богу, Господь, благодарим тебя за это. Иисус! Мы благодарим каждого партнера служения Христос для всех городов и тех, кто единоразово жертвовал финансы для проведения фестивалей Иисуса. Это так великолепно. Великое приглашение требует великий ответ и дает великие плоды и благословения. Я всегда в восторге, когда Бог творит чудеса и исселяет людей. А сегодня Бог хочет исселять именно тебя. Но раньше, чем Он исселит тебя, Он хочет, чтобы ты познал Его. Если кто-то смотрит на меня или слышит мой голос, но ты еще не спасен, ты еще не Божье дитё, хочешь покаяться, принять Иисуса, примириться с Богом, то я хотел бы с вами помолиться прямо сейчас. Это очень просто, потому что сложная часть была сделана Господом Иисусом Христом. От тебя просится одно поверить и принять Его. Если ты готов, давайте помолимся. скажите со мной, Отец Небесный, прости меня все мои грехи, дай мне новую жизнь, войди в мое сердце, будь моим Господом и Спасителем с этого дня. Благодарю тебя, Господь, за спасение и за новые жизни. Во имя Иисуса. Аминь. Я поздравляю вас. Если вы помолились эту молитву искренне, то Господь услышал, ответил из этого дня вы Божье дитё. А сейчас хочу помолиться за вас. Если у вас есть нужда выселения, возложите руку там, где болит в теле. Я помолюсь прямо сейчас. Господь, благодарю тебя. Во имя Иисуса я приказываю всякие болезни и не можешь уйти. Поражаю все дьяволские действия в теле, в душе и в жизни. Я сегодня провозглашаю победу в твою жизнь. Болезни да исчезнет и рак исчезнет и гепатиты во имя Иисуса и всякие опухоли да растворяются, всякая боль в суставах да уходит. Боже, благодарю тебя за твое чудо действенную силу во имя Иисуса. Аминь. Пусть вас Бог благословит, Бог вас любит, вы особенный для Бога и мы ждем от вас свидетельства или письма, чтобы мы вместе радовались тому, что Бог сделал. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok